I have ways of blowing things up. Я буквально один раз зашел, посмотрел, все ли нормально работает, ну-ка, отчаливаем, мы остановились просто прямо перед последним заданием, нас сохранило, и смотрите, что у нас появилось, давайте, на всех парах ломимся туда, у нас часы, у нас динамит, часы, наверное, у нас было, кстати, стоило. Скинуть, они не нужны, так, ну ладно, вот ровно туда, поехали. А, стоп, у нас 6 часов вечера, нет, мы не ломимся туда, мы идем ночевать, заодно часы так, не бьемся, часы тогда скину в... Раз уж мы идем ночевать, ну-ка. Эф, я забыл, я вообще забыл, как играть. Клокастый группер. Я помню, что я эту игру обожаю, но я забыл, как играть. Так, в каюте у нас появилось что-то в новой энциклопедии, а про клокастого группера мы его до сих пор не ловили ни разу. Я без понятия, что добавили, кроме очевидно, что много локаций, да. Рыбак, тебе уже попадалось? Девушка-фотограф? Ого, 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 к нам заходила несколько дней назад, чтобы пополнить запасы. Я ей предложил пофотографировать город, чтобы о нем узнало больше людей, но это ей, кажется, было не слишком интересно. Она помянула, что собирается плыть на юг, возможно, тоже захочет с ней познакомиться. Напоминала, что хочет плыть на юг. Так, не стоит слишком усердствовать, особенно когда солнце начинает глянить закат, лучше вернуться, да это я знаю, спасибо. Продать всю рыбу, премного благодарен. Теперь Карту-то я, кстати, тоже нашел. У него тут есть и приманка, и... Так, давай в трюм. Сгрузим пока что часы. Это у нас, опять же, ведет к концу игры, поэтому мы пока на этом остановимся. Жильная удочка. У меня вроде комплект. Костяный талисман дает мне просто скорости. Дофига скорости. А вот эта штука, глубинные пучины океанские. Погодите, что-то новое появилось? Прибрежный, мелководный, мандовый. Смотрите, тут в списке одно место освободилось. Интересно. Бонус мутации минус 3. Это печально. Прочитайте, чтобы... Почти не... У меня новые книги есть? На полке прочитано 99. Выбран для чтения. Вы читаете? У меня какие-то новые книги. Хорошо. Поехали в сухой док. Новых улучшений у нас не появилось. Поехали к мастеру. Мастер у нас есть... Так, вот это самое крутое куплено. Вот это у нас, по-моему... Там это было куплено. Движки новые не появились. Здесь у нас стоит самый быстрый. В принципе. У нас есть еще 3 слота под рыболовные всякие снасти. Но вроде как мы можем ловить все. Вот эта штука 3500 люминов. А эта штука 3000 люминов. Ну да, явно. У меня сейчас... Стоит лучшее, что можно поставить. Все. Давайте тогда спать. Я просто вспоминал сейчас, что было. Я вдруг осознал, что это... По-моему, мы давненько играли. У меня такое было ощущение, что вот недавно... А сейчас я вдруг думаю, что... Ну да, в этом году. Но тут не означает недавно. Секретный... Вот. Каюта. На 69%. У меня какие-то недочитанные книги есть. Трандец. Мне казалось, что я прочитал абсолютно все. На юг. Девушка-фотограф. На юг. Все, поехали. Ну, строго на юг. На лампочку включу. Кид? О, вы кто, ребят? Косатки? Косаток еще не было. О, спасибо. Посмотрел. Так, 9 утра. Поехали. Вот тут у нас в прошлый раз сумасшедший мэр был. Я потом еще подплывал, искал, его не было. Кстати, да. Я после этого, к финалу, я пару раз еще... Пару раз еще заходил поплавать, посмотреть. Заброшенный лагерь. Обыскать. Но, так вот. Наверное, если бы я потратил больше времени, я бы нашел бы истинную концовку. Я ее в прошлый раз так и не нашел. Кстати, раз уж мы вернулись в DLC, у нас будет возможность немножечко покопаться в лоре. И, возможно, мы реально сможем найти истинную концовку, которая нам предполагалась. Если вдруг кто не помнит... Ох, ты ж ее. Чем закончилась, в принципе, основная игра? Пойдите вкратце посмотрите. Я не хочу вам прям сильно спалить. Если вы не видели, если вы видели, вы уже в курсе, вы понимаете, что происходит. Охренеть, тут новая территория. Ну, к часу дня сюда, кстати, приплыли. Разъездный торговец. Тоже на ледник приплыло смотреть. Он как будто из ниоткуда появился, с юга, по лицу, наверное. Наверное. В общем, я подумал, что надо остаться с понтоном. Но когда уже хотел достолбить место, то заметил там на льду какое-то старое оборудование. Да, я вижу. Если будет время, глянь, что там. Кстати, у меня есть новые удочки на продажу. Отлично подойдут для здешней подлёдной рыбалки. Вот что у нас, оказывается, есть. Пойдём вверх. Спокойно комбинирую. Вот новые удочки. Полярная. Полярная и океанская, да? Только полярная. Мне, по-моему, не хватает только полярной. Хорошо, давайте так. Вот эта штука... Она мне просто ускоряет рыбалку. Она мне ничего не ловит. Просто скорость лова даёт бешеную. Мне придётся, наверное, снять. И, наверное, придётся... Трёх. И на её место... У нас есть полярная и океанская. У нас есть просто полярная. Мне как раз просто полярной не хватает. Вот её мы сюда и всобачим. Я буду медленнее ловить, но я смогу ловить всё, что вообще может ловиться. Так что... Окей. Меня, в принципе, такое устраивает. Новых движков нету. Новые сети. Новых движков нету. Новые мангеровые. Прикольно. Ну, как-то у нас в прошлый раз с тралом не пошло, кстати. Компоненты. Тоже вроде ничего не надо. Я так понимаю, что это было... Я не туда заглянул. Это было к тому, что если ты в прошлый раз не докачался, то можно сейчас сделать. Но, поскольку мне эта игра очень нравилась, я в прошлый раз сделал вообще всё, что тут можно было сделать. А, погодите, исследования... Новые исследования появились? Нету. Мне исследовано абсолютно всё. То есть смысла нету покупать... Ничего такого, пардоните. 5 часов вечера, да. Ну, давайте попробуем. Хрена себе. Я забыл про вас. Вот это можно попробовать повзрывать. А, погоди, стой. А как динамит-то ставить, если он у меня есть? Кстати, у меня ускорение в прошлый раз стояло. Поломался на ровном месте. Отлично. Нет, давайте швартоваться. Чинимся. Обидно, кстати, что чиниться приходится. И уже поутру посмотрим, что тут есть. Да, тут вам нужно залатать. Что мне по деньгам? Ой, денег у меня до задницы. Я могу себе позволить всё что угодно. Хорошо. Пойдём в ледяные раскопки. Разъяренный торговец прыгивает на ближайшие азберки. Я смотрю, старые металлические обломки. Вы подходите к ней. Разъяренный торговец? К ней. Окей. Ну, это типа она... О, хорошо, всё, я понял. Так, странно. Всё такое старое, прям очень старое. Она пинает на голову большой лист металла наполовину вмерзший лёд. Тонкий слой снега осыпается, и под ним проступают ряды заклопоченных... Заклепоченных отверстий. Вот, блин. Иди сюда, смотри, что тут. Вы идёте за ней в небольшом импровизированном... в небольшом импровизированном укрытии, которое за годы основательно разрушило снег и ветер. Внутри стоит стол, к которому прибиты чертежи с едва различимыми рисунками. Видишь, как листы повернуты? Какая металлическая обшивка. Мне дадут новый корабль, погоди! Кажется, кто-то пытался сделать ледолом. Ледолом! Вот что мне нужно, чтобы туда пройти. Сможешь сделать по этим чертежам? Наверное, только вот... Дай-ка взглянуть. Она выходит из закрытия и измеряет шагами лежащие на льдометаллические обломки. У нас уж есть основные части, но, как обычно, не хватает самого главного. Для ледолома нужен особый закалённый и изогнутый нужным образом металл и детали для минимизации ударов по корпусу. Здесь нужного нам нет. Но! Может, наш незнакомец оставил что-то в другом месте? Или, может, у тебя получится отыскать его старый корабль и найти там уже готовый ледолом. Как было бы удобно. Ну, да ладно. Раз ты... Крепёж ледолома. Как раз эти детали нам нужны, чтобы сделать новый ледолом. Угу. Угу. Естественно, у меня ничего этого нет. Угу. Угу. Так, поручение. Снежный предел. Тут отдельное поручение. Спасибо вам огромное, разработчики. Это очень удобно. А мне надо... Так, это прокручивается? Нет? Да, ладно. Нужно найти части ледолома 0 из 3. Окей. Давайте тогда спим. И с утра отправляемся... На поиски ледолома. Какое интересное местечко тут. Хорошо, хоть я сам по себе не мёрзну. Мне не наносится никакой урон со временем. Нет, стой, стой, стой. Мне нужно ускорение. Оу-оу-оу. Смотрите. А, это вот эти чёрные камни. Чтоб тебя. Чёрные камни опять. Я понял, кстати... Не понял. С прошлого раза мы это с вами разобрались или нет. Мне нужно быть достаточно... Сумасшедшим или уставшим. Чтобы услышать эти камни. Так что... Посмотрим. Может быть мы с вами, кстати, и проэкспериментируем. Раз мы вернулись опять сюда поиграть. Так. А у нас... Никакой даже минимальной карты этого места нет. Ну, офигенно. Я рад и счастлив. О, погоди. Приложить к фигуре. В капюшине, знакомая словно застыл от холода. И... Рыбак. Лёд. Слушайте, капюшелка в капюшине стучат зубы от холода. Лёд. Принимает форму. Фигурка в капюшине застается из балахона свиток. И разворачивает его. На нём изображена старая рыба-мутанта-белокровка. Мутантная-белокровка. Хренайся у тебя запросы, дружище. Мутантная-белокровка. Ну, сколько... Мы несколько таких ребят уже убили. Так что... Типа всё хорошо. Может, я его просто потом продам. Сейчас он мне не нужен. Место в тюреме поломано не самое плохое. Типа... Ну, да. Можно было, конечно, сюда поставить что-то, но всё же. Я просто ещё не знаю, можно ли... В этих... Деталях найти что-то, что мне нужно, в самом деле. Или оно будет подсвечено прям... Я нашёл, я нашёл, как эту штуку использовать. Так, ладно. 17.09. А мне по-хорошему надо возвращаться. Место огромное. Не, это опять вот эти же, я не хочу. Что-то очень быстро день прошёл, но с другой... Нет, 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 нет. С другой стороны... Я железки таскал, чего, наверное, не стоило бы делать. Задел на будущее. Где ты мне? Надо поскорее до понтона добраться. Мне кажется, или тут позже... Ну, типа, быстрее темнеет. Что-то как-то уж очень быстро день прошёл. Не-не-не-не-не-не. Всё, уйди от меня. Уйди от меня. Всё-всё-всё. Так. Давай. Фу ты. Я каждый раз их путаю. Я в прошлый раз, я помню, что каждый раз их путал. Так. Продать. Ну, оно такую себе цену стоит. Ладно. Свежее. Дикий ящероголов. Просто ящероголов. Ну, давай на рыбном рынке. По неё же. Всё продадим. Вот. И спать. По крайней мере, эти две рыбки мне отбили... Тут весь урон, который я себе натворил за это время. Слушайте, это то, что мне надо. А чё ты такая музыка говорила? Так, это белокровка. Но мне нужно мутант-белокровка. Поэтому здесь я не вижу дальше смысла рыбачить. Мне нужна такая же вот эта, но мутант. В общем, мне нужно зайти внутрь. А назад я уже буду прорываться, я так понимаю, через вот эти вот литяные обломки. Тут тоже нет этого мутанта. Лодка. О, фотограф! Привет! Мне про тебя как раз рассказывали. Привет. Ну, кажется, не знакомые. Ты рыбак, верно? Пожалуйста, старайся приглушить мотор своего траулера, чтобы не пугать местную фауну. В этих дниках обитает Нарвал. Зайти подальше я пока не смогла. Так что пытаюсь фотографировать его отсюда. Правда, безуспешно. Я пытался разложить остатки рыбы на той литине для приманки. Но пара рыбешек его надолго не привлечь. Только пару раз мелькнул и все. Тебе случайно не дается рыба, чтобы пожертвовать во благо фотоохоты? Случайно найдется. Запомните здесь все рыбой. Запомните рыбой. В принципе, мне еще нужна одна такая и одна большая, да? Если она еще найдется. 11 утра. У меня еще есть время. Фрактальная белокровка. Это не то, что мне надо, кстати. Погодите, а там ведь не было варика поймать мутанта. Фрактальная. Там нужна какая-то мутированная, что-то, что-то как-то. Так, каюта. Ты дочитал? Рыба поймать мутантовая. Мутантовая, вот. Мутантовая. Мутантовая. Продолжение следует... Продолжение следует... Офигенно, до часу ночи, да? До двух. Кажется, что слышу под льдом. Ага, он не разбил. Да вообще, что было? Нет, даже знать не хочу. Всё, я назад. Так, покормить нарвалы, ачивочка. А я-то как назад, ты не поверишь. Так, ну нам открыли дверь, как бы, дверь. Путь дальше, на самом деле. Это задание у нас... Так, хорошо. Рыбный рынок. Самую свежую рыбу. Ну, если она поможет потуху, то визу не буду. Я тебя понял. Теперь респект. Мы вроде нигде не бились. Так что спим. Глаза у нас хорошо отдохнувший. Так. Чем 29% энциклопедия. Да, видите, вот это вот... Тут есть у нас мутации. Что по журналу? Ой, не по журналу, а по поручениям. То есть она у нас... Да. Покормили нарвало, ачивочка приехала, задание выполнено. Нам нужен ледокол, по сути, чтобы вот тут вот всё нормально потом ходить. Так что идём пока по основному заданию. Как бы мне рыбку-то поймать до того, как чувак сдохнет? Ну, ладно. Так. А, типа, фишка в том, что тут где-то нарвал, да, вот этот вот дикий? Посмотрите, там это. Чёрт, я не могу сейчас себе позволить тратить время на рыбу. Первая часть есть. Первая часть есть. Можно тут, кстати, пришвартоваться. А тут можно переночевать или нет? Холодный ветер свистит в дверном проеме единственной уцелевшей хижины. Позади на промерзшем месте раскопок валяются инструменты и мусор. Да, тут можно ночевать. Отлично. Хижина. Вы входите в хижину. Дверь давно сорвалась петель. Внутри стоит прогнивший стол. На клочке «Помоги» схематично рисована карта. Вы прикрепляете её к своей. На столе лежит большая книга. Она сильно потрёпана, но на обложке всё ещё можно прочитать слова «Дневник капитана». Вы открываете книгу, пролежавшую здесь многие десятилетия, и замёрзший корешок трескается. Какую записку идёте прочитать? Ну, поехали сначала. С мая. К альтинам мы приплыли в основном, особенно в густом тумане. Виднилось несколько каналов, которые вели вглубь, но на пути нам встретились опасные довольно большие глыбы. Я приказал пришвартоваться к внешней ледяной стене, чтобы инженеры смогли подготовить судно к дальнейшему плаванию. Какую записку? Так, давай вот эту вот. «За нами плыл очень агрессивный нарвал. Кое-кто из команды положил рыбу на льдину поблизости, чтобы его отвлечь. Кажется, это сработало, хотя ненадолго. Нарвал всплыл на поверхность и постоянно просил еды. Если не придумаем, как решить эту проблему, ему придётся наловить достаточно рыбы, чтобы насытить зверя». Какую запись следующую. Нарвал тут, кстати, да, обитает. «Когда я уже засыпал вечером, со мной заговорил могучий голос. Он раздавался из своего толстого слоя льда внизу, одновременно мощный и бесплотный. Это явно не была ни игра ветра, ни шутка команды. Голос не ждал ни ответа, ни согласия. Он просто прошептал загадочное пророчество. Сначала я не понял его смысл. Трое услышат биение сердца. А я должен согласиться с этими тремя. Голос говорил о несметных богатствах со звёзд и об очах, открывающихся навстречу миру. Дальше я спал словно в бреду, ибо тот голос терзал мою душу. Он звучал у меня в голове и отдавался громким эхом. Утром сначала боцман, а потом и штурман пришли ко мне и сказали, что слышали звук, похожий на биение сердца, который когда копали вчера. Они захотели изучить восточную и западную части ледяного массива. Я согласился и дал добро. Какую запись? Уже всё. Я примерно понимаю, что происходит. Осколок льда. Свет проходит сквозь лёд и собирается в центре сильным сиянием. На его фоне появляется тёмный силуэт. Приложить ухо. В глубине эхом раздаётся искажённый голос. Не стоит беспокоить лёд. Что и случилось. Шёпот, обещания, камни со звёзд. Оно знало. Трое услышат сердце подо льдом. Голосанцы громче. Оно повелело. Трое слушателей. Три жертвы для трёх глаз. Я покорился. Оно четвёртый. Теперь видит. Навеки тщетно. Тень на них второе время замолкает. Всё ещё дремлет. Уходи. Оно тебя увидит. А потом зашепчет. Кто ты? Капитан. Экспедиция по ледяным массивам. Внезапно сквозь лёд. Разбить. Не рискуй. Не ломай. Оно чувствует. Сквозь лёд. Сквозь тени. Надежды нет. Мне нужен ледокол какой-то. Я тебя понял. Так. Ещё раз в хижину. Тут кроме книги ничего нету, да? Я тебя понял. В трюме мне, естественно, ничего такого тоже не найдётся. Слушайте, жутенько прикольно. Жутко прикольно. Вон вторая часть. А как мне туда попасть, извините? Я же наловлю урона, пока буду брать вторую часть. Вы чё? Я могу ещё привлечь Нарвало туда. Подождите. Давайте я так сейчас и сделаю. Похоже, сейчас мой единственный способ путешествовать между локациями. Не трогай лёд. А ну, услышит. Звёздная белокровка. Прикольно. Она прикольная, но мне такой тоже не надо. Да, наверняка предплывёт. Мне кажется, или добавили вот эту вот желейную анимацию рыбы какую-то такую. Я не хочу никого разочаровывать, но это вообще ни разу не Нарвал. Я поеду продам рыбу. Сохранюсь там снаружи. Я не хочу сохраняться тут внутри. Как мне забрать... Одна из деталей валяется там за льдом. Ну как... За льдом? За льда. Так, ну как мне её забрать? То есть, пойти нарочно сломать себе 2-3 части, пока буду проходить? Это вообще вариант? Сколько у меня сейчас частей на слом? 6. Я, может, кстати, и пройду. Там нужно как-то сохраниться и попробовать рискнуть. Посмотрим. Ну, рисковать мы, наверное, уже будем в следующей серии. Сейчас я продам рыбку-то. О! Знаете, что у неё можно спросить? Детали нужны. Давай, я эту деталь сразу сдам. Чтобы её не таскать с собой. А у тебя... Ломика какого-нибудь не найдётся? Случайно. Да, не найдётся. Это жаль. Ломик надо будет, значит, где-то как-то откопать. У нас в энциклопедии добавилась вот эта фигня. Это мы вообще ещё не видели. У неё куча мутаций. Раз, два. Мы уже нашли две мутации, кроме нужной третьей, да? Звёздная. Фрактальная. Она нужна вот эта. Тут... Тут ещё много чего можно посмотреть, я так вижу. Тут очень большая... А, ещё же и крабы есть, и всё. О, погоди, у меня... В трёме у меня... Я попродавал? Или... Погодите, или я просто не поднял ни одной сети, ни одного этого? М-м-м... 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 Может купить себе парочку сетей? Ой, не сетей, а... А у тебя она не продаётся, да? Это нужно специально к капканщику идти, который... Эти ловушки... Ладно, всё, ребятушки, тогда давайте на этом заканчивать. Уже продолжим разбираться с этими тайнами в следующий раз. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодышек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok